Друзья мои, добрый день! Это Тамара. Кто смотрел мой предыдущий ролик-интервью, надеюсь, вам понравилось. Кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Ссылка внизу данного ролика. А сегодня у меня будет не менее интересная беседа с девушкой, которая приехала из Украины, переехала в Гданск. Она говорит, что это её осознанный выбор. Именно этот город, именно эта страна. И мы с ней обсудим сейчас различные моменты. Также эмоциональную сторону, бытовые какие-то вопросы, вопросы детей, вопросы образования, вопросы заработка, работы, денег, всего-всего-всего. Как она тут себя чувствует, что она думает про жизнь свою дальнейшую. Различные-различные вещи хочется обсудить, хочется вам это всё показать. Приятного просмотра. И если вам понравится, то я обязательно буду снимать дальше ролики такого формата. И напишите, пожалуйста, интересно ли вам то, что я делаю. Мне будет приятно, ну, либо неприятно. Но в любом случае жду от вас обратную связь. И подписывайтесь на мой канал. Мы начнём с того вопроса, почему ты тут, почему ты здесь, почему ты в Польше, почему выбрали в Польше, давно ли ты здесь. Вот с такого обычного вопроса, самого первого, который все спрашивают. Ну, я начну, наверное, сначала, вообще, как мы выбрали Польшу. В Польше мы выбрали осознанно. Несмотря на то, что когда началась война в Украине, я вообще родом из Харькова. Ну, вообще, я родом из Краматорска, но начиная с университетских времён жила в Харькове. Началась война, конечно же, мы думали, что это на два дня. Сидели, ждали, сидели в тамбуре, сидели в подвалах. Но потом, когда прилетела бомба в мой офис в центре Харькова, мы поняли, что, ну, раз авиабомбы, надо сваливать. И поехали мы в Чехию. Вернее, как, мы двигались в сторону границы, двигались огромной колонной, потому что там наши друзья, в общем, все прицепились, все друг за другом ехали. И ехали мы неделю, ну, потому что были огромные пробки. Так мы добрались до Чехии. До Чехии, почему именно Чехия? Потому что муж и брат там жил, пригласил нас и говорит, приезжайте, вам уже квартира будет готова. Мы приехали, и, конечно же, мы думали, что мы в Чехии на пару месяцев. И вернёмся назад домой. Но когда уже дети пошли в школу, когда муж уже, ну, пришлось устроиться на работу, мы начали понимать, что, ну, как-то нужно уже интегрироваться, ассимилироваться, учить язык. И мы поняли, что в Чехии мы не готовы оставаться. Ну, главным решающим фактором было то, что я и мама по кореньям поляки. Мой дедушка был поляком. И раз вот интегрироваться, ассимилироваться, то это, конечно, должно быть Польша. Да, были какие-то трудности. Ну, мы осознавали, на что мы идём, потому что в Чехии мы были беженцы, со статусом беженца, со всеми вот этими документами вытекающими. В Чехии, когда мы отказались от этих всех беженских статусов, сюда мы уже переезжали именно как иммигранты, которые не беженцы, без статуса, без этих всех выплат. Это было осознанное решение. И осознанное решение было выбрать именно Гданск. Долго мы не думали, какой город выбирать. Ну, во-первых, тут у меня есть несколько друзей и подруг. А во-вторых, я всегда мечтала, почему-то рисовала себе такую картину. Я знала, что в этом городе живёт Лех Валенца. И я рисовала себе картину, что я вот иду по улице когда-нибудь или по какому-нибудь парку и его встречаю. Произошло такое? Такое не произошло. Я сама себе устроила встречу с ним. Я подписана на его Фейсбук. И увидела, что он будет проводить споткание по поводу своей книжки, выпуска книги Лех Валенца 80. И мы с мамой пришли к нему на эту встречу, на презентацию. Я сидела в первом ряду просто заворожённая. Это человек с огромной карихаризмой. Ну, просто невероятно. У меня слёзы текли от счастья. И я счастлива, что это таки случилось в моей жизни. А теперь я мечтаю встретить Януша Вишневского, потому что он тоже тут живёт. Убеждая, если я не ошибаюсь. То есть Лех Валенца был. Да. Той отправной точкой, почему ты здесь. Да. Я всегда восхищалась этим человеком. Мне ещё дедушка про него рассказывал. Ещё там в 90-е годы. Какой-то классный человек, что он сидел в этой стране и всегда мечтал, чтобы что-то... Появился такой человек у нас, да, в Украине. Но произошло по-другому. Но произошло по-другому. Да. Ну, то есть получается, что в Чехии не хотелось оставаться. Какие-то ещё моменты, кроме того, что там тяжело ассимилироваться, язык, наверное, да, что вот ещё, почему нет? Я бы не сказала, что тяжело ассимилироваться. Вообще моё мнение такое, что при желании, наверное, и язык ты любой осилишь, и культуру примешь, да, не обязательно там ассимилироваться, но как минимум интегрироваться ты должен в страну, в которой живёшь. Нам не хотелось проходить этот путь, потому что мы не видели себя там дальше. Вот, да, если там заглядывать на какие-то там 5-10 лет, я не хотела, чтобы мои дети там учились, получали высшее образование. И тут сознательно было выбрано Польша. Ну, наверное, мы не взвешивали какие-то за и против. Там эта страна более развивающаяся, тут большие зарплаты. И тут было именно решающим фактором то, что, ну, мы поляки, мы, значит, должны жить в Польше. Но могу сказать, что мы не то, что не разочаровались. Дети, сравнивая систему образования в Чехии и в Польше, и когда я сейчас малым говорю, ну что, готовы вернуться в Чехию? Нет, нет, ни в коем случае. Мало того, спрашиваем, ну, я знаю, что много детей, ну, особенно военных мигрантов, они там ноют, мы хотим домой. Наши друзья, наша там школа. Мои не хотят вернуться, им тут все очень нравится. То есть система образования и по сравнению с Украиной, и по сравнению с Чехией им нравится больше. А скажи, в каком классе они учатся? Старший на первом курсе техникума, а младший в шестом классе. А в какой техникум? Направление туристыка. Там шпингтных штук и архитектуры вот тут у нас. А, прям по соседству. Да, 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 знаю. Причем мы когда переезжали в Чехии и в Польше, и в Украине. Разные системы образования. Ну, в Украине 9 классов, это средняя законченная, после которого ты там можешь идти в техникуму, либо в 10-11 класс. В Чехии такая же самая система. То есть он закончил в Чехии 8 класс и должен был прийти в 9. И приезжаем сюда. Я же прихожу, ну, окей, я понимаю, что тут 8 классы, и какие-то другие должны быть выборы. И я думала, что его возьмут еще раз в 8 класс, как раз он подучит язык, даст эти все экзамены. А мне говорят, а нет, вы уже по возрасту не подходите, идите, пожалуйста, ищите. Ну, и вот мы руководствовались Google Maps, что тут поблизости. Просто пришли сюда, сделали перевод документов, и нас приняли в этой техникуму. Я очень рада, что мы минули этот этап экзамена, ребенок учится, ему очень нравится. А обучение бесплатное? Да, да, обучение полностью бесплатное, да. И как дети себя видят здесь дальше? Да, 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 дети себя видят здесь. Они пока, ну, получается, старше на первом курсе, то есть ему 5 лет только еще учиться в техникуме. А младше в 6 классе у него еще 2,5 года, он еще не определился, куда он хочет дальше. Ну, наверное, тоже какие-нибудь лицеи, техникумы. Ну, а дальше уже, если высшие какие-то, это они уже будут сами решать, уже будут взрослые. Оставляю выбор за ними. Давай немного поговорим про работу. Расскажи, чем ты здесь занимаешься, где работаешь. Ну, на самом деле, мне очень повезло с профессией. Я сделала отличный выбор, когда после декрета я решила пойти на курсы и освоить новую профессию HR в IT. И так уже с 13-го года, это уже 11 лет, я работаю с людьми, HR в IT-сфере. Начинала совсем с маленьких каких-то фирм. Сейчас я работаю в фирме, которая занимается продакшеном игр. И сейчас у меня уже моя должность называется HR-директор. Был у нас офис в Харькове, в центре, очень большой, красивый, просто моя любовь. Но, к сожалению, как бы офиса нет, и все наши сотрудники сейчас работают удаленно. И я считаю, что мне очень повезло в этом направлении, что я сейчас могу работать удаленно. Я не потеряла ни в заработке. Конечно же, работать дома, это немножко грустненько, но постоянные митинги, постоянные созвоны не дают скучать. И когда был такой период между вот этими всеми переездами, и муж сначала в Чехии искал работу, потом тут в Польше искал работу, то есть мой доход как-то нас смог удерживать на плаву. А муж тоже в IT работает? Нет, нет, у мужа в Харькове была фирма, которая связана с ремонтом, ремонт трубопровода, вот это вот все. Тут он работает в этой же сфере, но нет. В бизнесе, а сам прокладывает трубопроводы. То есть такой физический труд. Но он работает на какой-то компании в польской? Да, в польской компании он работает. Причем очень интересная история. Мы когда сюда приезжали, нам все читала в интернете, в ютубе, что так сложно найти просто работу на умовая операция, куча агентств, все это будет. Ну, я же HR, и я понимаю, что нужно сделать резюме, прочитать все объявления. Я прочитала объявления, прочитала умовая операция, без посредников. Отправила тестовое резюме, одно, то есть я один отклик сделала. На следующий день приходит смс-ка, приходите. Мы приходим, то есть это фирма, без посредников. Сразу прособеседовались. Ну, причем я поехала с мужем, потому что мужа польского тогда не было вообще. И работает он в фирме, где он единственный украинец, все поляки. И это, конечно, очень улатвяет ему адаптацию и учебу польского языка. Ну, наверное, уже хорошо говорит, да, если он работает в среде поляков? Ну, да, по крайней мере, ну, это он уже с августа месяца, с 1 августа, пока тут прошло полгода, да, полгода. Ну, его польский уже на том уровне, что он может шутить и разговаривать со своими коллегами. И уже смотрит со мной фильмы на польском языке на Нетфликсе. Раньше мог он только с субтитрами. Ну, то есть за полгода, да, достаточно хорошо. Отлично. А у тебя хорош польский? А у меня... Я учила польский в детстве. Ходила в польскую полонию. Но, конечно же, когда ты его не практикуешь, это очень плохо потом вспоминать. Но за полгода, когда мы решили, что мы будем переезжать в Польшу, я купила видеокурс, прошла этот видеокурс. И когда я уже приехала в Польшу, когда мне нужно было там устраивать детей в школу, в техникуме, то есть разбираться в каких-то моментах, я уже могла договориться на польском языке. Ну, и сейчас продолжаем. Вот можешь увидеть, какое у нас правило в доме. Это для того, чтобы хотя бы раз в час вся семья говорила чисто на польском. И вы соблюдаете это каждый день. Да, да, да. Стараемся, конечно, больше, чем час, но вот этот час – это обязательно. Ну, и да, пытаемся себя окружать всем-всем-всем на польском. То есть это и польские книги, Netflix только по-польски смотрим. Без субтитров, без ничего. Без субтитров, да, без ничего. Да, ну, сначала я читала книжки очень детские, потому что мне тяжело было читать взрослые. Вот что-то типа такого. Про выбитных поляков, полек. Знак Орла история. Да, да, очень интересно. Вот если кто-то хочет начать читать книги и всё ещё не решается, начинайте с детских книг. Это невероятно интересно. Так, и вот интересен очень вопрос про детей. Как они адаптируются в школе, в техникуме? Есть ли у них польские друзья? Что у них с языком? Вот эти моменты. У меня две кардинально разные истории. Старшему сыну 15, младшему сыну 13. Ну, ему ещё было 12, когда мы сюда переехали. Старший сын готовился к переезду. Проходил со мной мой видеокурс. И когда он приехал сюда, то тоже уже более-менее ориентировался. И когда пошёл в техникум, да, сначала было немного трудновато. А в техникуме с тобой не нянчиться. Это не школа. Тут нет никаких дополнительных польских языков и всего такого. То есть тебя сразу кидают туда, и ты должен это всё осознануть. Но его мотивация, то, что он готовился, ему очень быстро. Через два дня у него уже были друзья. Да, кстати, он сам себе решил, что дружить он будет с поляками. Там есть группа украинцев. Он с ними общается в нормальных отношениях. Но друзей он выбирал осознанно поляков. Потому что мне нужно интегрироваться, мне нужно учить язык. Ну, и сейчас вот первый семестр уже закончился. Смотрю по его оценкам, что всё прекрасно. Второй. Польский язык не учил. Сказал, что я приеду, буду учить в школе. И действительно, в школе, конечно, он учит. В школе много очень внимания уделяют деткам из России, Белоруссии, Украины. Из Германии даже девочка у нас есть. Они ходят на дополнительные польские языки. И вот в некоторых моментах к ним там более бережно относятся. Что я обратила внимание, вот та разница между системами образования в Украине и здесь. Когда я прихожу на родительские собрания, учителя не говорят, так, оценки у ваших детей такие-то. Математика там плохо. Это там хорошо. Нет. Огромное внимание уделяется психологическому климату и адаптации. Если что-то не так, если хоть минимальный буллинг, это все, это затрагивается. Дети, все, пока дети не научатся нормально коммуницировать, дружить. Если кто-то там будет щемить какого-то там иностранца, ну, прям поднимается рада какая-то школьная. И меня это очень приятно удивило. У ребенка спрашивают, тебя никто не обижает? Никто, ну, у меня такой интровертный достаточно ребенок, не быстро идет на контакт. Он говорит, нет, нет, никто меня не обижает, все супер, все отлично. Но польский язык, он продолжает учить. Но не могу сказать, что, ну, вот, то, что у него уровень еще не слишком высокий, ему сильно мешает. Все-таки учителя помогают и помогают те же детки, которые уже там два года, три года учатся. То есть друзья польские у него есть? Вот, например, приходит ли к вам в гости кто-нибудь? Какие-нибудь польские друзья? Да, приходил один раз старшего сына, мальчик. Ну, и то они такие очень скромные, на пороге стоят. А мама, можно тебе разрешить ли зайти? Да, конечно, находите кофе, чай попили. Ну, и то они так просто пробивали мимо уроками и СКМ-кой. Ну, а так больше общаются в техникуме. А младше, например, день рождения, друзей приглашают? Ну, день рождения у них еще были, когда... До появления польских друзей, поэтому не знаю, как будем отмечать следующее. Хорошая, светлая квартира. Оля живет в том же комплексе, что и я. Так получилось. И расскажи, квартира была без мебели тоже, да? Да, да, квартира была полностью без мебели. Из всего, что тут было, это только встроенная мебель, встроенная кухня и то, что есть в ванной. Все остальное мы покупали. То у вас двушка, трешка? Трешка. Трешка. Ну, трешка по польским меркам. Это считается вот одной комнатой, а еще есть одна спальня у детей. Можем пройти, но мы где-то не будем заходить. Да, не будем заходить. Но я не предупредила, что у нас тут будет съемка. Санузел. Ну, такое достаточно просторное. И у вас тоже ванна. Да, мне очень нравится. Да, тоже ванна, потому что здесь, в Польше, я знаю, многие переживают, ну, не хватает квартир с ваннами. В основном душа. Так что нам повезло. У родителей квартира на нашем же этаже двушка, и у них просто душевая кабинка. И как они по этому поводу? Не переживают? Это нормально? Нет, я сказала, что если захотите, приходите к нам. Это наша спальня. Да, достаточно небольшая, но, в принципе, ну, всем места хватает, да? У детей есть комната. У детьми в ровный шкаф, мне это нравится. Ага, у вас шкаф в спальне. И он в спальне, как бы в стену. Я поняла, у нас такой же шкаф, но он встроенный в коридоре. Ага, да, да. Так что, да, немножко по-другому. Что ты думаешь про стоимость коммуналки здесь? Ну, я понимаю, что это, конечно, гораздо выше, чем мы привыкли платить, но пока мы жили в Чехии, мы уже привыкли... Вот как раз хотела спросить, да. Да, мы уже привыкли к этой сумме, ну, мы знали, сколько платят чехи за коммуналку, и, в принципе, тут даже дешевле и коммуналка, и аренда, чем в Чехии. В Чехии мы жили в малюсеньком городочке, там, по-моему, 18 тысяч населения, и аренда там была дороже, чем тут в таких городах, как Варшава, Гданск, ну, в больших городах. Я знаю, что в Польше, если переезжать в какой-то небольшой городок, то там существенно отличаются цены на аренду. Говорят, что Гданск один из самых дорогих городов. В квартире тепло у вас? Да, дорогие. А батареи на полную включаете? Нет, на двоечку как-то ставить. Теплый дом. Да, вот, дом очень теплый, и очень многие вот ко мне приходят клиенты и говорят, что у них дома холодно, вот в нашем комплексе такого нет. У нас как-то почему-то теплый дом, действительно. Да, даже в некоторые дни полностью выключали, закручивали, и это зима. А погода в Дальске? Нормальная погода. Я начиталась, что, ну, вообще ужас-ужас, ветра, да нормальная погода. Но ветров у нас нету, да, ветра? Вот на нашем районе точно его, ну, обычно ветер, ветер. Ну, возможно, если ты пойдешь на набережную и будешь там стоять и ждать ветров, то они таки придут. Но нормальная погода, ну, я бы не сказала, что ты там гнешься от ветра, но если есть какой-то ветер, ну, окей. А летом? Всегда зимой. О, лето вообще прекрасно. Мы приехали в июле, и первого июля. Мы каждые выходные ходили на море и купались до сентября месяца. В сентября, в средине сентября мы закончили купальный сезон. И не было холодно? Ну, нормально. Потому что у меня с этим так сложности были. Ну, у меня вообще стиль купания, это так, позагорал, как только тебе жарко, быстро окунулся в воду и опять загораешь. Я не люблю особо плавать, именно плавать. Поэтому мне отлично, идеально подходит это море. Нашим климат нравится, всё нравится. Да. Так, теперь у меня интересные вопросы, которые очень многим интересны людям, которые недавно переехали, ничего не знают. Какие тебе больше всего тут нравятся места в Гданске? Есть ли уже полюбившиеся какие-то места, в которые ты с удовольствием ходишь или советуешь кому? Да, обязательно. Те, кто приезжает в Гданск, советую первым делом посетить, ну, обязательно, конечно, центр, место, улица Дуга, очень красивые виды. Но это, мне кажется, каждый турист приходит и обязательно посетит. Но два места, которые обязательны к посещению, которые мы посетили в первые дни, когда приехали сюда. Это музей Второй мировой войны и Европейский центр солидарности «Стало-выстало». Я там была уже в музее войны пять раз. Первые три раза я просто ходила, переваривала эту информацию. И два последних раза я уже брала аудиогид на польском языке, чтобы вникнуть именно на польском языке, то, что поведает, рассказывает гид. И Европейский центр солидарности я тоже там, по-моему, уже три или четыре раза была. И вот следующее воскресенье опять туда пойду, потому что еще ни разу не была там с живым гидом. Кстати, очень крутая штука. Кто переехал в Гданск или переезжает, есть такая опция сделать карту мешканца Гданска и ходить по всем музеям бесплатно раз в год. Раз в год, да, я уже походила. Да, это очень крутая опция. Ну, это, наверное, такие самые-самые любимые места. Ну и, конечно, море. На море обычно куда ездишь? Мы ходим пешком на Елитково, наш пляжик. Или же, ну, пешком мы ходили обычно в будние дни, а если выходные, то это Сапот, Каменный поток очень нравится. Там все пляжи нравятся. Ну да, все по нашим местам. Да, да. Ну, я же смотрю твои ролики. На самом деле, про твой канал и его роль в нашей жизни. Это интересная тема. Когда мы были в Чехии, и первым делом я понимала, что мы должны приехать, искать тут квартиру. И мы решили как? Мы с мужем поедем в Гданск на недельку, найдем квартиру, снимем квартиру, потом вернемся и уже будем перевозить детей, родителей и вещи. И за какое-то время, там, может, за пару месяцев, я начала гуглить, как снять квартиру в Гданске, какие цены. Ну, и гуглила не только в гугле, но и на ютубе. Мне было очень интересно. И натрафила я на твой ролик. И там был ролик. Вот мы приехали, уже сняли квартиру. Первая часть, с какими проблемами мы столкнулись. И потом ты показываешь вот этот вот весь наш комплекс. Я такая, ага, интересно. Запиняла твой ролик. Через, уже когда нужно было ехать, а, и там какой-то парень в комментариях спрашивает, а что за комплекс? И ты отвечаешь, вот этот комплекс. Я нашла этот сайт, этого комплекса. И говорю, мужик, давай на всякий случай зарезервируем, посмотрим. Конечно, зарезервировали на какую-то дату. Ну, и в общем, в результате мы посмотрели тут, наверное, две квартиры помимо этой. Посмотрели эту, и мы сразу же решили, что нет, мы не будем снимать квартиру с какими-то там старыми вещами, мебелью. Ну, они не то, что были старые, но уже живы они уже. И нам очень понравилась идея жить без хозяйки, хозяевов. А у нас опыт в Харькове. Мы постоянно снимали квартиру, это постоянно какие-нибудь олег вам гости. А почему вы тут делаете так, а не так? Тут такого нет. И вот уже полгода мы живем, нам очень нравится. И не нарадуемся, да? И не нарадуемся, да. И дальше про твой канал в Ютубе. Конечно, когда мы уже переехали. Супер, спасибо тебе за эту квартиру и квартиру наших родителей. Куда идти, что посмотреть. Я смотрела так. Тамара выпустила новый ролик. Ага, смотри. Каменный поток, пляж. Нам нужно туда съездить. Окей, хорошо. Едем на следующих выходных. И мне настолько было интересно идти по твоим следам, именно потому, что ты показываешь свой опыт, как человек, который тоже только что приехал год назад, и мы идем просто по твоим следам. И это облегчало нашу интеграцию вот на первых этапах. Класс. То есть мой канал не зря. Не зря. Определенно. Кому-то, ну да, у нас же тут много людей живет в комплексе. По моим роликам. Где-то, да, где-то 6-7 семей. Я переселила. Класс. Они должны тебя за рекламу платить. Ну ладно уж. Красится у меня. Мама стрижется. Смотри, вы уже полгода живете. Наверняка есть какие-то любимые блюда польские, которые ты узнала здесь, полюбила. Может, даже готовишь дома. Что можешь по этому поводу сказать? У меня есть интересная история по поводу традиционного польского супа журек. Моя бабушка готовила журек. Я помню это в детстве, но, конечно же, я тогда не интересовалась рецептом, как она это готовила. И вот когда мы жили в Чехии и решили, что нужно переезжать в Польшу, я такая, ну интересно же попробовать этот журек. Нашла в интернете рецепт, приготовила его все-таки. Ммм, вкусно. Я на самом деле не понимала, это тот журек, который готовят поляки, или не тот. Ну какой он вообще должен быть на вкусе. Первым делом, когда мы сюда приехали, я подругу попросила, пойдем в ресторан, я хочу попробовать, какой же настоящий этот журек. Ну я попробовала, и выяснила, что у меня хорошо получается. И с того времени журек у нас в семье я готовлю, ну, наверное, раз в неделю в три, это стабильно, огромную шестилитровую кастрюлю. А дети любят польскую еду? Да, да, дети очень любят польскую еду. У меня неделю назад был день рождения, и я решила, что моя миссия тут, так как у меня польская кровь, интегрировать моих непольских друзей в польскую культуру. И я сделала себе вечеринку в стиле, в польском стиле. Задание, какое было для гостей, подготовить жеченье мне на польском языке. А я в свою очередь накрыла стол чисто из польской, польской дани. Это интересно, ну-ка расскажи подробнее, что там было. Был журек, конечно же. Была запеканка живнячана с менцем миллионным, очень похожа на нашу лазанью, но вместо теста, вот этих шаров теста, картошка порезана, очень вкусно. Я готовила первый раз его. Я ела в ресторанах, готовила первый раз. Прикольно получилось. Всякие салатики тоже, ну, прогуглила. Много капусты. Думала я пироги готовить, но поняла, что это долгая история. Это слишком. Это слишком, да. А потом мы пели караоке на польском языке. Сначала мы с детьми спели гимн, а потом уже всякие популярные песни. Друзья понравилось. А друзья кто? Украинцы. Украинцы, да. Что насчет друзей-поляков? Пока не обзавелась, очень бы хотелось иметь каких-то друзей-поляков, но пока просто и знакомые с кем-то, так перекидываемся парой слов и и все. Ну, вообще, по идее, работая дома и находясь постоянно дома, тяжело интегрироваться, тяжело кого-то найти для общения, да, где ты их находишь. Да, я вот специально пошла на курс, это было осенью, курс назывался как-то так интеграция для новых мешканцев Гданска. В Европейской центре солидарности это проводил, там было два месяца каждую субботу, разные лекции. Я очень надеялась, что я там найду новых мешканцев в Гданске поляков. Я их там не нашла, да, новые мешканцы там были, ну, все иммигранты, интересные были занятия, особенно по истории, мне это было интересно, потому что я вот 19-го числа иду сдавать на карту поляка и всю эту информацию впитывала в себя. А так, ну, где знакомых нахожу, у нас в доме живет несколько соседей поляков, и так перекидываем со словами, когда, может, на парковке встретимся или в лифте. Общаюсь с несколькими людьми из школы, родителей в школе сына, ну, да и все. А какое у тебя вообще общее мнение поляков? Отличаются ли они от нас? Что ты можешь сказать? Я вообще придерживаюсь мнения, что, ну, особенно вот наша сходняя, да, культура, то, в принципе, менталитет схожий, и люди, поляки, очень, как это на русском сказать? Скажи по-корресски. Я не украинец, доброзычливые. Доброжелательные. Да, доброжелательные, открытые, больше открытые, мне кажется, чем в Украине. Не знаю, мне кажется, что это еще преимущество Гданска. Вот в каком-то ролике у тебя смотрела, что тут люди счастливые. Да, они кажутся счастливыми, кажутся более открытыми, более такими коммуникабельными. У меня такое же мнение. Да, мне очень нравится. А по сравнению вот с чехами? Чехии закрытый народ. Они, ну, это не в обиду будет сказано чехам, мой муж говорит, они как хоббиты, но хоббиты в хорошем понимании. Они такие, домашние, они никогда не приглашают друзей в дом. Если это какая-то там импреза, это обязательно в кафе или в ресторане, даже если это друзья, с которыми они там дружат по 10 лет. Мы, когда приехали, мы пригласили, ну, решили сделать такое, как это называется, новоселье, и пригласили соседку Чешку к нам, накрыли стол, ну, в нашей же традиции, там, куча всего. Она пришла, ну, она пришла без вежливости, она была в шоке, что мы пригласили, мы чужие люди, мы только познакомились вчера, пригласили ее за стол, но она была искренне удивлена в позитивном, такая, вау, круто, боже, как классно, и потом мы очень долго с ней дружили, она нам всячески помогала, там, посудом, не посудомойку, стиралку принесла, какую-то там свою, ну, в общем, приносили, помогали. Поляки, вот даже муж говорит, он в Чехии работал на фирме, где одни чехи, и тут в Польше работают в фирме, где одни поляки, с чехами он контакт находил, ну, где-то полгода, и это не языковой барьер, это именно, ну, вот их более такая интровертность. В Польше это сразу шуточки, это сразу аха-ха, и вот на вот этом плане они там и учат его польскому языку, скидывают какие-то мемчики, анекдотики, и он там буквально со второй недели сказал, класс, мне комфортно, мне комфортно с поляками, и он тоже придерживается такого же мнения. вот даже я заметила разницу, когда я была в Праге, и разница в доброжелательности колоссальная между там, даже в туристических районах, и здесь, просто в обыденной жизни, даже не в туристических местах. Тут мне никто, в принципе, даже могу сказать, ни разу не хамил. Да, да. там все такое, такое прям, не знаю, как сказать, хамовитое немножко. Было у тебя такое ощущение или нет? У меня, наверное, вот мама ходила в Чехии к врачу и пришла, ну, не помню, сколько мы там, месяц, наверное, прожили, и врач сквозь зубы с ней разговаривала, а почему не по-чешски, хотя мы там месяц живем, ну, как бы, понятное дело, что за месяц человек не выучил бы чешский, и, ну, очень так демонстративно пыталась ее быстро обслужить и, пожалуйста, идите до свидания. идите до свидания. Здесь, если говорить о том, что поляки плохо относятся к украинцам, к россиянинам, к белорусам, я это читаю только в тиктоках. Лично я этого не встречала ни разу. Ну, я тоже. Вообще тут ничего, да, не встречала на эту тему каких-то недоброжелательных моментов. Нет. Даже наоборот, вот, на последнем собрании в школе ребенка затрагивался вопрос, что какие-то дети там бутснули портфель иностранца. И появилась такая буча, о боже, бутснули портфель иностранца, дети будут наказаны, никаких вычечек, там, тра-та-та, пожалуйста, ведите себя хорошо. Ну, я, как бы, представляю, если бы это в Украине. Ну, бутснули. Окей. Ну, на это даже никто бы внимания не обратил. Ну, и поэтому не страшно вводить детей в школу. Да, да. Это тоже большой плюс. Да. Давай еще обсудим тему будущего. Что ты думаешь, как вы себя видите здесь, там, через пять лет, через десять, видите ли вы себя здесь, именно в Гданске, в Польше, или какие-то у вас другие планы про возвращение домой, может быть, что-то расскажешь, что вообще у вас. Сейчас у нас планы такие, надеюсь, они реализуются, и я посмотрю этот ролик через пять лет, и скажу, Оля, ты была права. Вот, девятнадцатого февраля у меня встреча с консулом, и у меня будет экзамен на карту поляка, у меня и у детей. После этого планирую получить сталый побыт, ну, а дальше уже можно выдохнуть, после этого документы получит мой муж, ну, а родители своим путем пойдут, потому что мама тоже полька, и тоже будет идти таким же путем. Чтобы, ну, что мы сейчас себе планируем, это оставаться в Польше, строить свое будущее в Польше, с мужем мы решили, что это Гданск, никуда мы переезжать не хотим, мы побывали в разных городах, немного еще путешествовали, мы были во Вроцлаве, мы были в Варшаве недавно, и Гданск удерживает лидирующие позиции. А почему? Почему? Ну, вот, после того курса, на который я ходила, вот, что полезное я из него взяла, Гданск очень лоялен к мигрантам, очень. Если исторически углубляться, да, в историю Гданска, то он постоянно переходил от Германии к Польше, вообще, было время, когда он был отдельным городом. После окончания Второй мировой войны, когда сюда зашла Красная Армия, они такие, ага, Гданск немецкий город, вывезти всех немцев отсюда, то есть коренное население, которое тут жило годами, веками, попросту было куда-то сослано, и в Гданск стягивались разные люди с разных стран, с разных городов, наверное, мне кажется, поэтому исторически так сложилось, что в Гданске очень комфортные условия для мигрантов, очень лояльно, даже посмотреть, сколько тут сообществ и организаций, помогающие мигрантам, сообщества для женщин, сообщества для мужчин, сообщества для всех мигрантов. Это для любых мигрантов? Для любых, абсолютно, да, абсолютно для любых мигрантов, и вот на нашем курсе были мигранты Украина, Белоруссия, Россия, какие-то страны, девочка одна из Лотвы была, и даже из каких-то стран, вот, я не помню. Индия? Индия, Пакистан, да. Им, конечно, очень сложно дается язык Индии и Пакистана. Да, да, они им предоставляли, только им единственным предоставляли переводчиков, потому что они не понимали вообще, о чем говорят спикеры. Ну, а как бы наши славянские народы. Хода бедна, но понимают. да, да, даже те, кто приходили совсем без языка, кстати, я очень удивилась, приходили люди, которые тут живут уже не совсем новые мешканцы Гданска, то есть они тут уже живут там год, полтора, и они совершенно не говорили по-польски. Я удивлялась, ну, как человек, ты приехал тут полтора года живешь, и не понимаешь, о чем тебе говорят. И, наверное, вот одним из самых важных, не критериев, а советов, которые бы я дала людям, которые решили переехать, ну, не обязательно в Польшу, да, в любую другую страну, поучите язык хотя бы вот на каком-то базовом уровне, я не знаю, а один вам хватит для того, чтобы там в магазине объясниться, в школе с учителями, там с воспитателями, ну, на каких-то вот базовых таких вещах поговорить, а потом это просто наслаивается. Я вижу колоссальный скачок, когда ты переезжаешь, конечно, когда ты учишь язык, не в среде, это одно, но когда ты приезжаешь с базой, и включаешь телевизор, оно уже начинает наслаиваться, ты слышишь что-то там на улице, оно уже начинает наслаиваться, просто какая-то, не знаю, реклама на польском языке всплывающая, оно начинает наслаиваться. Я сразу же перевела свой телефон на польский язык, чтобы, ну, окружать себя польскостью, сейчас я специально не учу язык, он просто учится уже просто потому, что находимся в этой среде, поэтому это самое, одно из самых важных, ну, и, конечно, поиск жилья, поиск жилья, это, наверное, на втором месте. Ну, вот, что для тебя было самым сложным в эмиграции? Вот, три пункта самых сложных для тебя, для твоей семьи. Я не могу сказать, что было что-то сложное, нерешаемое, были моменты, которые потрепали нервов. Первое, это поиск школы места обучения, потому что, когда мы приехали, мы ходили тут по всем школам, и нам говорили, мест нет. Я, конечно, обзавелась всеми законами, что нас обязаны принять, и та-та-та-та-та-та, ходила, там, обивала дороги дирекции школ, и это было сложно, и нас никуда не хотели брать, и я писала письмо в министерство свиты, что мы хотим учиться в этой школе, я выбрала школу, в которой мы хотим учиться, объяснила, почему мы там должны учиться, и один звонок в дирекцию школы и нас взяли. Ну, и техникум тоже, примерно так же. На втором месте, что именно сложно, это, наверное, связано со страной и городом, это вот адаптация в каких-то мелких бытовых вещах, найти магазины, которые тебе будут окей, там, ближайший магазин попробовал, потом еще, ну, в результате сейчас мы ездим в соседний город, магазин в Сапот, там вот этот бедренка, 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 да-да-да-да, мы тоже. И вывели какой-то идеальный для себя этот шепест. Ну, и третий. И третий. Сапот. Или третий монет. Не, ну, наверняка есть что-то еще такое. Ну, наверное, пока вопрос сложности с документами, Польша одна из стран, которая очень долго делает документы, вот это вот все затягивание в жондах, даже те люди, которые, вот, украинцы на каких-то там статусах, вот этих угр, они их то принимают, то не принимают, отменяют, и очереди огромные. Муж мой сейчас подается на карту часового побыту, и там уже очередь для того, чтобы просто прийти туда, сдать документы, сдать отпечатки. Ну, как бы, это еще в тракте, поэтому посмотрим, чем все закончится. Ну, все будет хорошо, все получают, рано или поздно получают. Да, смотрела истории, некоторые там, ждал два года, получил. Да, да, да. И еще такой вопрос очень важный, который меня больше всего волнует, интересует, эмоциональная сторона переезда, эмоциональная сторона эмиграции, что ты можешь сказать, вот именно про свои чувства, понятно, там про документы, про школы, это все, а вот общее такое твое состояние, оно улучшилось после переезда, ухудшилось, бывает ли у тебя депрессии, ну, и в таком, в таком плане. Ну, так как вот у меня два опыта переезда, первый, это в Чехию, и это была вынужденная эмиграция в связи с войной, когда это вынужденная эмиграция, в том случае это было, ну, спасибо Чехии, все тут хорошо, но все тут не так. И не шла эта неадаптация, не шел этот неязык, были какие-то периоды депрессивного состояния, а когда это было осознано уже в Польшу, нет, это было фиднесенное настроение, ура, наконец-то мы тут, боже, как тут классно, мы до сих пор с мужем ходим, господи, посмотри там на это дерево, какое оно тут прекрасное и красивое, какие классные поляки, то есть наоборот, когда мы сюда осознанно подошли к переезду в эту страну, пытаешься находить что-то классное, что-то лучшее, и не было, смотрю не по себе, не по детям, не по родителям, ни разу мы еще не пожалели, не было каких-то скатов эмоциональных или, не дай Боже, депрессивных эпизодов. Мама себя тоже хорошо чувствует здесь. прекрасно. Отлично. Смотрите, какое у Оли из окна море. Супер красивый вид. Да. Мы еще купили, мало мы подарили такую камеру, не камеру, а обзорную трубу. И иногда наблюдаем за пароходиками, которые там плавают. Очень прикольно. Класс. Ну что, спасибо тебе огромное, что уделила время. Очень интересно послушать историю человека, который, как и я, оказался здесь. Скоро выйдет ролик, будем все смотреть. И желаю, чтобы все было хорошо, все сбылось. О чем мечтаете? Спасибо. И чтобы депрессии не было никогда. Да. Все. Супер. Спасибо.